Смотрите, кого я поймала! Это всё будет хорошо, ты будешь жить как в масле с блогером! Ненормальный год. Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Сегодня у нас будет влог, причём такой насыщенный. Я вчера весь вечер просто лежала здесь как обувь, не снимала видео, ничего не монтировала, ни с кем не болтала. У меня был, знаете, такой депрессняк. У меня иногда бывает такое состояние, когда я долгое время себе ничего не покупаю. Я не знаю почему, не знаю, как это влияет на психологию, может я в душе ещё тот шопоголик, но когда я долго себе ничего не покупаю, я чувствую себя несчастной. Поэтому я решила сегодня обрадовать себя, поднять себе настроенечко и устроить шоппинг. Но я это буду, скорее всего, делать вечерком, потому что днём у меня куча дел. Я решила чаще снимать при дневном освещении мукбанки, потому что тогда они получаются намного лучше. Вчера или позавчера я сняла с Макдональдса мукбанк при искусственном освещении. Там у меня такое ужасное лицо, я просто на старуху похожа. Не знаю, почему так получается, но факт остаётся фактом. Смонтировала видео, сейчас нужно собрать постель. У меня здесь, как всегда, косметоз и всякая фигня. Ну всё, готово. Закончила я все наши домашние дела. Вроде как выложила вам аж два мукбанка, так что смотрите с удовольствием. А это видео, скорее всего, вы увидите завтра утром. Да, особо дома снимать не стала, именно потому что я хочу снять для вас шоппинг-влог. И не домашний влог, как всегда. Хотела сначала пойти одна, а потом подумала, как же оставить моего сладкого маме дома. Вот, и заодно ей хотим выбрать шапку на зиму. Да, я тоже не против шапки. Я вообще выбираю такие шапки прям тёплые, как будто я в Сибири живу. Да и вообще, хочу какой-то свитер с новогодним орнаментом. Ну, посмотрим, что мы найдём. Так что беру вас с собой. А ещё, совсем забыла вам сказать, мы собираемся продать мамин старый телефон. Я раньше не продавала старые телефоны с мыслью о том, что когда-нибудь да кому-нибудь понадобится. Сейчас я думаю, что параметры этого телефона года через три вообще будут неактуальны. Лучше его сейчас продать. Продавать мы будем вот этого красавчика, не потому что с ним что-то не так, что-то сломалось в нём, или зарядка плохо держится. Нет, всё отлично. Просто проблема в том, что у мамы есть новый телефон. У меня есть вот этот красавец. И, к сожалению, эта сирота покидает нас. Хотя это очень счастливый телефон для меня. На него было снято первое видео в YouTube. Я его купила и прям начала снимать видео. 3 ноября 2018 года я сняла первое видео и сразу опубликовала на YouTube. Вот, поэтому этот телефон, он мне родной и близкий. Но всё равно держать хлам у себя дома я не вижу смысла. Отформатировала всё. И он готов стать чем-то. К сожалению, вот такой вот казус. Никак не можем найти дома коробку от Самсунга, которую мы хотим продать. Нигде нет. Уже весь дом перерыли. Маме, ты нашла коробку? Нашла коробку? Вот, мамочка нашла коробку. Умница, мама. Как ты нашла? Вот часто такое бывает. Я что-то ищу, ищу. Потом зову маму. И мама говорит, вот же. Ты что, слепая, не видишь? Оказывается, вот коробка. Хорошо, что нашли, потому что с коробкой дороже берут. Ещё бы зарядка была. Но зарядка тебе тоже понадобится на твой новый телефон. А что, зарядку продать хочешь? Ну, вообще продают со всем комплектом. Дождик немного моросит, а мы не взяли зонтик. Вдруг польёт, как из ведра. Вот что тогда мы будем делать маме? Маме, что полёт? Надо было шапку взять. Я вообще жуткая мерзлячка. Сколько бы ни одевалось, всё равно мне холодно вечно. Сейчас идём в первую очередь продать телефон. Надеюсь, хотя бы 150 монат. Мне за него дадут. Потому что не нужен просто так дома. Потом со временем даже и за 5 рублей не продашь. Разочарование года. После того, как мы вышли из дома, мы поняли, что сегодня суббота. А в субботу у нас не работает ровным счётом ничего. Я не знаю, стоит может закруглиться с этим влогом. Нигде ничего не работает. Транспорт не работает. Какой шопинг-влог снимать, я не знаю. Успешные мы люди. Раз в месяц выходим из дома. Транспорт можно было и на такси поехать. Но только то, что нигде не открыто, это плохо. Нет, на транспорте можно на такси поехать. Но проблема в том, что ни один магазин не открыт просто. В субботу и воскресенье коронавирус работает. В остальные дни коронавируса нет. Смотрите, какие здесь сладкие котята. Хочется взять одного к себе домой. А вот и мамочка. Они уже тем более маленькие. Ой, большие. Иди ко мне. Идём, я тебя приючу. Как поймать их? Скоро зима. Как они будут? Я хочу их приютить. Не могу поймать. Они убегают от меня. Я не знаю, какой из них мальчик. Я хочу мальчика. Не получается. И мама тут против. Говорит, зачем тебе оно надо? Ну, блин, я так хочу. Они такие милые. Смотрите, кого я поймала. Это всё будет хорошо. Ты будешь жить, как в масле с блогером. Всё, у тебя будет вкуснотища. На мукбанках вместе сидеть будем. Чё ты паришься? Красотка или красавчик? Я так и не поняла. В общем, надеюсь, что мама меня не выгонит из дома. И не очень маленькая она. Или он. Надо посмотреть в одно место. Ой. Стоп, стоп, стоп. Не убегай. Не убегай. Жизнь будет прекрасна. Я тебе обещаю, я тебя искупаю. Я тебе дам покушать. Всё у нас будет круто. Мы с тобой заживём. Смотрите, как раз попереживалась о сладке. Мы с тобой блогерами станем. Я тебя несу в лучшую жизнь. Всё будет у тебя хорошо. Прямо переживает. Куда это меня? Куда это меня? М? Сладуся. Мы сейчас домой идём. На улице холода. Ты думаешь, хорошая жизнь тебя ждала? Нет, пупсик. Сейчас будет хорошая жизнь. Котёнок уличный, поэтому вообще очень сильно боится. Мой сладуся, ты только не писи, а так всё нормально. А так всё нормально. Мурлычет, но боится жутко. Тут меня поймали с поличным. И уже начался вынос мозга. Ну как можно эту сладуся отпустить? Но она, если честно, не понимает, что её в добро. Она, наоборот, боится очень. Потому что не видела внимания. Ничего, мы с тобой подружимся, сладуся. Мы с тобой подружимся, тебе понравится у меня. Мы заживём. Ох, как мы заживём. Вот эта бабушка уже. Ей не нравится, она очень не любит животных. Но мне одиноко, я хочу котёточка. Видите, как боится. Давайте не будем устраивать ей стресс. Я думаю, что купать её сегодня я тоже не буду. Впереди зима. Но вот как будет им вот этим вот маленьким котятам? Ну не очень маленький он. Или она, не знаю. Вот я не знаю, что делать. Это девочка или мальчик. Я сфоткаю в Инстаграм. Её эти причиндалы. Пока что мы вот так вот безобидно играем. Я хочу искупать. Но я не знаю, насколько это будет стресс для котёнка. Она меня не знает, или он боится. Прям любого прикосновения. Например, я хочу погладить. Боится котёнок уже меньше. Но всё равно. Сейчас надо пойти купить ей всякие вкусняшки. Что она будет вкусно? Стой-то слабо будет есть. А стой-то лапо будет есть. Давай игранём. Давай, давай, давай. Посмотрите, на улице какая вот погода. Такой туман. Вот как при такой погоде оставлять котёнка на улице? Из-за щитного. Тут, конечно, мне скандал устроили. Ну а что это моя будет дочка? Или будет сынотик мой? Очень игривый котёнок. Но немножко зашуганый. Ой, ты упадёшь. Ненормально. Иди сюда. Иди сюда. Упадёшь. Упадёшь, сладость. 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 Съем тебя. Съем тебя. Съем, 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 съем. Ну всё, мы уже подружились. Даже немножко поспала на мне. Вернее, поспала. Кажется, это мальчик. Я в ютубе посмотрела, как отличить мальчика от девочки. Оказалось, что это мальчик. Хотите, я вам тоже покажу одно неприличное место. И вы тоже в комментариях напишите. Вроде как я поняла, это мальчик. Сейчас пойдём покупать тебе сладости. Осталось решить, как тебя назвать. Ну ты очень похож на хинькау, не знаю, на сладость ты похож. Куча сладкий. Господин, я очень извиняюсь. Можно мы посмотрим, ты мальчик или девочка? Аккуратненько так, на бочок. Так, так, пожалуйста. Очень просим, очень просим показать своё одно место. Так, так, так. Ну куда ты, куда ты? Мы должны посмотреть. Ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну нуляк. Вот, короче, ребят, пишите в комментариях, кто он. По мне это мальчик. Мальчик-красавчик, откуда ты такой? Тут с мамочкой думаем, купить корм сухой или молоко купить. Молоко у нас есть, да, деревенское. Молоко у нас есть, да, деревенское. Вроде как-то мама разрешила, но бабушка просто в шоке. Не хочет котёнка. Ну это же будет мой друг, мама. Как мы назовём? Я думала, может сладость назвать. Это сладость как-то для девочки. Когда твикс. Твикс. Что с едой связанной. Я всю дорогу котёнку говорю, что чё ты так кипишуешь? Ты идёшь в хорошую жизнь. Нет. Нет. Пси вот халя. Пси? Ты просто амнума и хырвала савацара, сура акаэрвала. Мам, замежу, аля, акула хаяла. Бабушка не хочет. Ты куда так пси торвала подымать? Канч, не вот пси. Бабушка не хочет, котёнка. Забыл хун до хырвала. Короче, я уже с маской спускаюсь опять вниз. Купить разные вкусняшки для котёнка. К сожалению, большинство магазинов, они закрыты у нас в субботу и воскресенье. Поэтому какой-то лоточек, миску, ничего купить не смогу. Только еду. Я уже запинаюсь. В продуктовом магазине только смогу купить еду. Всё остальное как-то в другой день. В понедельник как минимум. Ребят, даже не знаю, какой взять. Есть вот такие вот большие китикет. Есть вискос. Вот. Ну, может быть, вообще это котёнок. Но он такой есть не будет. Поэтому не буду рисковать. И брать такой огромный мешок не буду. А на улице дождик вовсю. Как хорошо, что я его забрала. На улице дождик. Прикиньте, если бы я не взяла бы котёнка. Он бы уже промок. Там ещё второй был. Надеюсь, что найдутся добрые люди, которые возьмут себе и второго котёнка тоже. Не прям сильный дождик, но вот моросит. Несколько дней назад вообще ужасный дождь. Бедные котята, как они были там. Идём сейчас в магаз. Надо купить вкуснятины. Короче, всё, я иду домой. Я всё накупила. Большой вискос брать не стала. Потому что, не знаю, будет есть или нет. Всё-таки маленький котёнок. У меня ноги прям в воде. Смотрите, слякоть. Вам, правда, не видно. Ну, короче, слякоть. Ну, всё, я уже дома. Я купила нам бананы и котёнку покушать. Там были большие упаковки. Они вроде бы дешевле обходились. Просто я подумала, может, он ещё есть не будет. Молоко у нас было дома, поэтому я брать его не стала. Взяла специальный для котят. Как думаешь, сможет есть? Там написано, от года были кормы, где написано было от года. Этому же года нету. Нету, конечно. Ну, год это вообще-то уже не котёнок. Сейчас вам покажу. Я вообще... У меня ноги в воде. На улицу дождь. Ты прикинь, если бы они остались бы. Котята бедные. Ну, надо искупаться. Но если искупать для котёнка, это будет стресс. Котёнок подумал. Так ты, скотина, привела меня, чтобы мучить. Короче, купила. Вот такой вот для котят написано. Это, кстати, дороже стоил. Фрискис называется. И ещё сегодня... Ну, как мне спать, если я его не искупала? Мальчик, пацан. Ещё вот такое вот производство. Турция стоит дешевле 1,80. Такой вот был. Большая упаковка. Очень бюджетно получалось. Ну, посмотрим, какой понравится. Это нам банан. И два вот таких вот рогу взяла. Кстати, кто там будет писать в комментариях? Мамочки и братику или сестре тоже по рогу там дала им по дороге. Когда первый раз ещё забирала её. Главное, чтобы он не писал. Так, мама пришла. Я надеюсь, ты не писал. Точно не писал. Смотри, мама тебя принесла. Видите, как боится котёнок. Кс-кс-кс-кс. 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 Иди сюда, эти вкусняшек принесла. Ты всё кушать не хочешь? Иди сюда. Кс-кс-кс. рагу стопудово кушать будет это тоже есть котик мой датки чем боится он шуганый бедный шуганый смотри смотрите что нашла мамочка идеально просто сейчас зоомагазина закрыты пока что можно обойтись и такой штук я просто боюсь что ему будет стресс ну зоомагазина сегодня закрыты поэтому я не знаю что делать киса же семьи тебя только не писей на ненормальный год мукбанг от котика ой как ты заживешь знаешь как заживешь вообще я буду для тебя могу банки снимать ты станешь блогером тебя будут свои влоги все другие котики обзавидуются а потом потом мы будем ему к банке снимать а потом мы будем путешествовать а потом мы вместе замуж выйдем знаешь как заживем ты меня еще полюбишь но мне придется тебя искупать не думай что я специально хочу тебя помучить просто так будет лучше и для тебя и для меня понимаешь сладкий сладкий надо еще придумать тебе кликуху можно тебя назвать твикс или баунти баунти тебе больше подходит очень странно но он перешагнул вот здесь рогу он не доел сейчас кушает сухой корм видимо ему не понравилось рогу или он больше любит сухой корм вот посмотрите здесь осталось еще рогу не доел и вот сюда перешагнуть тебе понравилось турецкое производство ты поддерживаешь их и так поняла да будем тебе покупать тогда турецкий впервые вижу котика настолько патриота смотрите рогу здесь кушает турецкое производство смотрите какую красоту делает мамочка сейчас все вам хватит как хватит что ли все красота тут у меня еще банана шоколадку сейчас будем чай пить по чайку прошло уже три часа уже крисп кстати назвали криспом назвал папочка нас ведь уже не настолько боится котенок но мне придется сделать очень плохой поступок извини меня крис мне придется тебя искупать потому что ты грязненький стопудово тебе это не понравится но ничего не поделать придется так что пласти меня пласти через год мы будем смотреть это видео и праздновать годовщину нашего знакомства домой сладенький посмотрите какие усики у него но усики гови но мужик мужик настоящий пойдем искупнемся взяла вот такое старое полотенце и здесь у нас такая ванночка осталось привезти его сюда и искупать подожди 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 сейчас мы делаешь мурлыкает мурлыкает все закончили мы закончили все все испугалась испугалась все идем идем в комнату сейчас тебя высуши высушу есть ты не будешь бояться и тему и суши вы слышите это мурлыканье я пыталась его высушить с помощью фена он сопротивляется поэтому я решила прижать к груди чтобы не было холодно и так ему нравится значительно больше оказывается он реально был очень грязный